Сделать выбор в пользу любимого общественного пространства можно и без доступа в интернет. Достаточно найти волонтеров. Иван и Александр давно состоят в отряде добровольцев. Когда началось голосование за благоустройство, самарских парков и скверов вызвались работать в волонтерском пункте помощи. Один из таких пунктов располагается в многофункциональном центре в Крутых Ключах. Посетителей здесь всегда много, как и желающих проголосовать. Мы им показываем, какие места могут быть облагоустроены. Они смотрят и выбирают, а мы просто делаем практически за них работу. То есть благодаря нам еще большее количество людей смогут проголосовать. На территории Самары оборудовано 9 волонтерских пунктов. По одному в каждом районе. Они находятся не только в МФЦ, но и в торговых центрах. Волонтеры работают там с 10 утра до 6 вечера. Это для тех людей, у кого, например, нет интернета или у кого проблемы с телефонами, могут прийти сюда на точку. Им волонтер объяснит все от и до, покажет дизайн проекта, подскажет, как можно проголосовать и прям пошагово с каждым гражданином уже отработать его голос. Также в 12 многофункциональных центрах находятся компьютеры с доступом в интернет, чтобы все желающие самостоятельно смогли проголосовать за благоустройство любимой территории. Напомним, отдать свой голос можно на сайте 63.городсреда.ру, авторизовавшись через госуслуги, а также через платформу обратной связи госуслуги «Решаем вместе». На благоустройство в следующем году претендуют 20 общественных пространств. Поддержать свою территорию можно до 30 мая. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.